И как мы знаем, что большинство людей, они не относятся к людям мудрым в этом мире. Мудрецы, как правило, исключение из правил. Значит, если не исключение из правил, то правила это люди не мудрые. Сейчас даже нельзя называть их своим именем, а были времена, было, можно называть, тогда не было еще вот всей этой политкорректности. Их по-простому называли глупцами, и не извиняли за это. То надо спросить себя, порой бывает, что есть необходимость находиться среди них, там, торговля, еще какие-то другие обязательства, но если нет необходимости, что ты там делаешь? Может быть, неясно тебе, говорит Арбейн Убахая, тот ущерб, который может принести твое пребывание в обществе глупцов. Но тогда я тебе расскажу, я тебе разложу это на составляющие, говорит он. И вот он нам раскрывает это. Он говорит, давайте я вам укажу на несколько видов ущерба. Может быть, вы сами не понимаете, я вам его покажу. Во-первых, есть просто излишние разговоры. Сказал кто-то, вы слышали, что сказали? Говорят, а люди говорят. И продолжительная, бессмысленная болтовня. То есть, обратите внимание, речь не идет тут об злословии. Сейчас дойдем на нем. Речь идет о совершенно бессмысленном времяпровождении. Интересно, Гоанн Вильна говорит о том, что самая высокая достойная в мире – это учеба Торы. Оно доставляет человеку самое большое наслаждение. Теперь, мы знаем о том, что мир, он всегда уравновешен. Есть правая и левая сторона. То есть, что находится с другой стороны этого мира, то есть, со знаком минус, как противоположная история. Говорит Гоанн Вильна – это пустая болтовня. Просто поговорить. О наслаждении, которое доставляет пустой разговор. Вот пустой. О чем поговорили? Да, не важно, а приятно. Он с точностью минус того, что человек занимается Торой. То есть, это противоположность мудрости. Это ситрахра. Это та другая сторона, которая дает человеку наслаждение, тянет в свою сторону. Главное, не занимайся чьей какой-либо мудростью. Не напрягай свои мысли. Не надо учить Тору. Тору тяжело. Поговорить – аааа, хорошо пошло. Это бессмысленность жизни. То есть, использование времени. Вы просто раз – выкинули в урну. В наше время, в наше время многое поменялось. То есть, в последние… То есть, решили, что буквально в последних нескольких годах вся реальность поменялась. Людям свойственно уже меньше искать общество прямого общения с людьми. Они хотят использовать это все, как эсгоизм им диктует. И то, и это. И все. Хотят все. Что именно? С одной стороны, хочу свое удобство, когда я хочу, и как я хочу. Я хочу этим еще управлять. Но с другой стороны, я обязательно хочу иметь связь с другими людьми. Нет другой реализации вот этой идеи самого сатана, чем так называемые социальные сети. И вообще интернет в целом. Человек находится в этом. Прямо, как и говорят, в сетях. Не может оттуда уйти. Погружен в этом. А времяпровождение совершенно пустое в этом. А бессмысленность этого времяпровождения, рассматривание всяких картинок, всяких фоток, всяких непонятных роликов. Даже речь не идет о чем-то запретном даже предложено. Да просто, я знаю, это интересно, это интересно, это интересно. Человек выходит из этого, он просто оттупевший. Просто оттупевший. То есть, по-видимому, это то, что имел в виду Рабей Нубах. И с учетом современности нашей. Он говорил, есть излишний разговор, излишнее употребление времени на рассматривание чего-либо, что никакого смысла не имеет. Мы не используем это. А, это интересно, это интересно, это интересно, это интересно. Все работает на воображение человека. Все впустую, в мир ложный. Поэтому, когда человек вдруг останавливается в этом потоке жизни, и вот согласно рекомендации Рабей Нубах, я хочу сделать отчет перед самим собой, то одно из разновидностей этого отчета, это подумать, где я нахожусь, на что я трачу время. Тут, тут это кажется, какая-то деталь, мы потом продолжим еще, 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 но это для нас, это бич нашего поколения. Мы растрачиваются в своей жизни, не помним на что. Но люди читают, смотрят статьи, мнения, знаете, вот это та сказал, о, вот этот выразил свое мнение та, а тут ролик такой, вот, вот смотри, а вот мы либо тут, вот фото, вот фото, вот видите, вот смотри, и один другому пока. И время проходит, и привязаны к этому, еще прошел час, еще час. Новости тут посмотрели, те же самые новости там посмотрели, потом из-за газеты посмотрели, потом в таким сайте посмотрели, а тут так сказали, так сказали. Убийца времени, а время, ну, если кто-то, кто-то задумается, время это каждый момент времени, это подарок с небес, который дается нам, который нас оживляет специально для этого момента времени, чтобы дать возможность, как испытание, сделать что-то хорошее. А мы это время тратим на попусту. Я уже не говорю по-плохому, на плохое, а просто попусту. Это только что касается ущерба пребывания вот в этих сетях и общении совершенно пустом и бессмысленном. То, это одно, говорит он еще, ну, если вы начнете говорить с другими людьми, будет находиться в обществе людей не совсем мудрых, то неизбежно речь пойдет о других людях. Неизбежно. Об их пороках, что они сказали. Начнем говорить о том и представлять людей совершенно в другом, дурном свете. Это уже злословие, это запрет. Поэтому требуется от нас подумать много-много раз, нужно ли находиться в обществе людей, если я с такой легкостью нарушаю этот закон, злословие. Находясь среди людей, он говорит, есть еще один бич. Практически неизбежно, чтобы человек пришел к обману и лжи. Он захочет рассказать что-то о себе. Мы когда-то слышали, чтобы человек рассказал о том, что с ним произошло, и при этом не приукрасил свою долю, свое участие в этом. И рассказывает какие-то события, иногда порой он вынужден поменять это так, то есть изменить, или просто солгать, для того, чтобы выставить себя в гораздо лучшем свете, или наоборот, чтобы не опозориться. А обман и ложь, это не тот путь, по которому Туран нам указывает. Туран, Эмет, истина, и надо идти только по дороге этой истины. Еще одна проблема, которую он указывает, клятвы ложные и пустые. Видимо, мы можем даже тут не обсуждать, в наше время уже перестали давать клятвы. Вообще люди, раньше, даже поколение передо мной, мои родители, покойные, все их поколения, они все еще говорили, да, когда они что-то хотели сказать, они говорят, клянусь тебе, там, в наше время уже никто не клянется, уже не, 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 чем клясть-то, вообще, им все равно, верят, не верят. Каждый просто параллельно говорит то, что ему хочется, закончил, да, а теперь ты меня послушай. Тем не менее, когда это было очень важно, и так как есть запрет не сдержать свою клятву, то предупреждает он, что общество людей нас порой обяжет клясться, а это не стоит делать. То есть, можно клясться, значит, ты только соблюдаешь, но мудрецы заранее говорят, не надо клясться, шанс, что ты это будешь, сможешь соблюсти, он очень низкий. То, когда люди, когда человек идет и ищет общество людей, что может еще произойти, он говорит, смотрите, люди хотят всегда найти иерархию, да, между собой. Естественное свойство каждого из нас, считать себя выше других, как же мы, я так сказать, явно, что каждый из нас, то есть по круговой системе считает себя выше другого. Теперь, подобная вещь, к чему она может привести, что в разговорах между людьми один из присутствующих начнет унижать или высмеивать других из пустого легкомысля. В нашем обществе, тем более, очень принято насмеиваться над другими людьми. То есть если бы у некоторых людей вообще привычка такая, что все, что они могут делать, это сразу же найти какой-то недостаток или что-то, что-то, как исключение из правил, начать над этим смеяться, тем самым унижать человека. То есть это тоже есть запрет этому. Снова надо подумать, надо проверить себя, дать отчет перед собой, не дай бог я такой, а если я такой, что я делаю, чтобы я не был таким. Ну, говорили много раз, нам свойственно, как выходцам из тех мест, что называется, обороняться. Общество, которое мы выросли, оно было общество агрессии, поэтому неизбежно породило в нас свойство обороны. Всегда готов, всегда готов. Теперь, как можно было обороняться? Маленькие дети были, дрались. Когда мы подросли, это уже не путь выяснения отношений. И все языком. То есть когда на тебя нападают, надо было быть циничным, надо было быть человеком с сарказмом, надо было уметь как-то отвечать, надсмеиваться. Целая система была вот этих душевных манипуляций, как отбиться от агрессивности других людей. С другой стороны, это порождало и в нас точно такую же агрессивность. То есть когда было против нас, мы это замечали. А когда это было против других, наоборот, это доставляло удовольствие, даже не замечая, что мы даже делаем и творим. К сожалению, это зачастую происходит в наших семьях. Никаким результатом это, естественно, что это хорошее мне приводит. Надо очень-очень-очень остерегаться этого и постараться искоренить это настолько, насколько можно. Тут он делает вставку. Прямо посередине. Хотя ее надо, скорее всего, сделать там в конце. Непонятно, как она тут оказалась. Но он уже как бы говорит, а как, а как нам вообще реагировать на все это? Вот есть общение с людьми. Ну, я уже нахожусь среди людей, да. Я вижу вот это пустословие, я вижу плохие поступки этих людей, я вижу, что меня они тянут в что-то нехорошее. Как себя вести? Так вот он говорит. Находясь среди людей, человек упадает в положение, когда он обязан указывать людям на необходимость творить добро и воздерживаться от зла, исполняя повеления Творца, получая и наставляя ближнего своего. Тему тоже уже говорили много раз, но чуть-чуть ее повторим. У нас есть непростое повеление в Торе. Очень-очень непростое повеление. В русском переводе, получая и наставляя ближнего своего. Это повеление из Торы. Тохея, тохея, а там и теха. Что это значит? То есть, если мы видим, что человек делает что-то неугодное, то обязанность того, кто это видит, то есть только в отношении, естественно, к нашему брату, к еврею, указать ему на это, это первый путь. Второй путь, как вообще бороться с этим, когда мы видим зло среди, вокруг нас. То есть, протестовать, обращая свою речь к грешнику. То есть, протестовать. То есть, называется, коль маха. Надо поднять голос и сказать о том, что это неправильно, это нехво, я протестую. Не надо брать закон в свои руки, не надо ничего конкретно делать. Но выразить свое мнение, выразить о том, что это нехорошо, о том, что это не согласно Торы, по-видимому, это то, что и как минимум, то, что полагается делать нам, когда мы видим подобное нарушение. То есть, нужно, называется, публичное несогласие с этим, чтобы не было такого, что человек находился, молчал, все это происходило вокруг него, вопреки Торы, и он, как бы, ничего не отреагировал на это. И есть третий путь. Порой бывает о том, что, конечно, можно протестовать. Но вы находитесь, я знаю, не дай бог, в концлагере. И вы видите нарушения, которые заставляют, я знаю, властвующие нацисты над вами, заставляют вас там нарушать субботы других людей или что-то происходит. Конечно, вы можете выразить свое несогласие, но это закончится пулю в лоб. Нехорошо. А нам Тора говорит, что смерть и жизнь, жизнь предпочтительны. Поэтому есть третий способ, третий путь. И этим надо руководствоваться все время. Протестовать против греха мысленно, в своем сердце. Как сказано, как говорил Давид, мир ему, возненавидел я общество злодеев и с нечистительствами не сидел. Хотел бы ты бы остановиться, тут очень-очень важный психологический момент, очень-очень важный. Не каждому из нас зло мешает. То есть, если нам зло не мешает, значит, какая-то частичка этого зла в нашем сердце тоже есть. Здесь некая какая-то. А если нет этого, и зло нам мешает. По-настоящему мешает. В наше время очень сложно выражать протест, потому что он не всегда может привести к прославлениям имени Бога. Наоборот, еще к чему-то может наоборот. Но явно у нас есть полная обязанность протеста в сердце. Вообще надо это развить в себе постоянно, что все плохое, что мы видим, в сердце нужно протестовать. Надо сказать словами, знаете, у нас есть внутренние, которые идет, да? Прямо сказать внутренними словами о том, что какое зло, как нехорошо, как это плохо. Найти слова, которые выражают негодование по этому поводу. Негодование. Естественно, что жене сказать. Или жена мужа, это неизбежно вечно. Это же как одно тело, да. Но факт тому, что протест, он необходим. И говорит нам Рабейну Бахе путь, как выполнить эту митцву. И не отменить ее. Для многих из нас кажется о том, что если мы видим зло, ну, в наше время, как дальше мы разберем, в наше время уже нет людей, которые умеют других, как по-русски сказать, обучать, наставлять, да. Не умеют наставлять других людей. И нет тех, которые могут принять наставление. Молчите лучше, да. Верно. Может быть, нужно и молчать. Действительно, мы не умеем наставлять в сердце, в душе нашей. Но мы должны быть решительны в этом. Видите, он дает нам возможность протестовать против этого греха мыслительно. И это очищает наше сердце. Это убирает еще ту самую толику зла, которая, да, находится в нашем сердце, которая не мешает нам, когда мы видим этот грех. Субтитры создавал DimaTorzok